Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня комментариев» в студии Ирины Чекунова. А в гостях у меня Андрей Иванов, заместитель начальника ОМВД России по Тверской области. Андрей Эдуардович, здравствуйте! Добрый день! Лето каждого года начинается со знаменательной для полиции даты. Именно 5 июня – день образования российской полиции. Поэтому мы каждый раз… Мы и так не забываем никогда про полицию, про вашу службу. Но, тем не менее, это еще один повод вспомнить про службу и сказать добрые слова тем, кто работает в полиции. Что у нас сейчас? Какие подразделения вообще? Сколько подразделений Тверской полиции у нас насчитывается в регионе? Слушайте, ну подразделений достаточно. В одном из ваших выпусках я там практически всех перечислил. Они различны и направлений действительно много. И любой молодой человек или девушка, которая планирует служить у нас, найдет себе применение, что называется, в соответствии с своими интересами. Все, что касается, что называется, своих пристрастий, как они считают и видят, где они должны служить. То есть, это не есть место лечения? Конечно, безусловно. Значит, у нас достаточно много служб, которые связаны с предупреждением IT-преступлений. Это серьезное направление для тех молодых людей, которые у нас склонны, вот, и нравится им таких молодых людей, современная молодежь именно такая. Нравится им работа, значит, в этой сфере. У нас есть, значит, вакансии, и мы готовы трудоустроить молодых людей, которые видят себя в этом. У нас для молодых людей, девушек, которые видят себя в части, касающейся расследования преступлений, есть вакансии в подразделениях следствия. Не так их много в подразделениях дознания тоже, как бы они у нас есть. Пожалуйста. Те, кто любит работать с детьми, у нас есть подразделения по делам несовершеннолетних. У нас есть не так много вакансий, но специалисты востребованы, бывает, в том или в ином районе. У нас есть подразделения уголовного розыска, подразделения участковых, уполномоченных полиции. Вот мы говорили с коллегами из патрульно-постовой службы, батальон, из ДПС. Это те люди, которые непосредственно на переднем рубеже, как я говорил, борьбы с преступностью находятся, обеспечивая покой наших граждан. Работа очень интересная, связанная действительно с раскрытием преступлений, с задержанием правонарушителей. У нас есть подразделения по вопросам миграции. Тоже очень многоплановая служба, очень серьезная служба, глубокая служба, требующая серьезных знаний и навыков. Как правило, у нас там служат женщины, потому что требуется там аккуратность, внимательность, но это, поверьте, там и полицейской работы предостаточно. Есть у нас кинологи, очень интересная служба, экспертно-криминалистическая, очень интересная. Вот там требуются и технические специалисты, и ряд специальных знаний, химиков, химики, в том числе требуются люди со специальным образованием. Есть у нас подразделение участковых, полномоченных полицией. Тоже очень серьезная служба. Могу сказать, что именно в этой службе, по моему мнению, молодой человек в кратчайшие сроки развивается очень быстро, как человек, как офицер. Незаром говорят, что участковый полномоченный – это как фундамент. И ведь многие, кто даже дослужился до генерала, начинали именно с участковых, а потом переходили по другим направлениям, когда больше, может быть, узнавали свои увлечения, но проработали именно участковыми и полномочиями. Да, это действительно так. Служба, в которой сейчас у нас более 450 участковых на территории области несут службу. Есть у нас городские участковые, есть сельские участковые. Несколько разницы, нюансы в работе. Но в целом сотрудники достойно свой функционал применяют. У них более 3700, если мне память не изменяет, на контроле находятся профилактируемых лиц. Из них около половины – это поднадзорные лица. Это особая категория граждан, которые также входят в наше российское общество, за которыми осуществляется определенный контроль. Очень непростая и трудная работа. Кстати, относительно строевых подразделений, если вспомнить ту же патрульно-постовую службу, как она смотрится вообще на уровне России, наша Тверская? Слушайте, если говорить про комплектование, смотрится достойно. По результатам службы? По результатам службы смотрится достойно, нормально, эффективно. Я приведу пример профессиональных действий коллег наших из батальона патрульно-постовой службы. Буквально в этом году у нас сотрудники задержали достаточно опасного правонарушителя, ранее судимого, который, захватив ребенка, никак не хотел его отпускать. Сотрудники в составе пешего патруля, кстати, мужчина и женщина, профессионально грамотными действиями сумели преступника обезвредить, нейтрализовать, вызвать помощь. Таким образом, ребенок был освобожден, сотрудники были поощрены. Действительно, в непростой обстановке, в обстановке квартиры, стесненные условия, действовали профессионально грамотно, прямо вот так, как, что называется, их и учили на различного рода тренажах и обучениях. Могу привести примеры и по участковым, ведь в ноябре месяце рассматривали одно из обращений жительниц нашего региона, которая просила поощрить сотрудников службы участковых. Вроде банальная ситуация, но она попросила их поощрить за то, что они рассказали ей, как уберечься от мошенничества. Просто они рассказали простыми словами, вручили памятку, и когда ей позвонили мошенники, она действовала, что называется, по алгоритму, взяла там, действовала, и потом написала нам благодарственное письмо. Вот если бы не эти участковые двое, вот, я бы точно, говорит, купилась бы, в общем-то, на уговоре мошенничества. Вот она работа. Именно предупредить, не дать совершить, удержать от какого-то противоправного действия. Вот, конечно, тот функционал, который, конечно, ждут все от участкового. И они на сегодняшний день этот функционал выполняют. Кроме того, разносторонние задачи, которые за этой службой закреплены, позволяют участковому одномоментно, вот, при поступлении на службу в кратчайшие сроки, уметь действовать в различных ситуациях. Понимая о том, что, вот, он на своем административном участке, этот административный участок, дома, территория, жители, ему, за ним закреплены для того, чтобы там не совершались правонарушения, а те, которые совершаются, он обязан выявлять и пресекать. Я хочу сказать уважаемым телезрителям, тех, кто заинтересовался, что на своих экранах вы видите специальный QR-код, передя на который вы можете выйти на сайт УМВД России по Тверской области и узнать условия приема на службу, чтобы быть полицейским. Программа у нас небольшая. Несколько слов о том, кого ждете и куда обращаться, кто хочет прийти на службу к вам. Во-первых, куда обращаться. В подразделения, в кадровые подразделения по месту жительства, у нас есть территориальный орган внутренних дел, там ждут и, в общем-то, рассмотрят любое обращение. Кого мы ждем? Мы ждем молодых людей, девушек, если касается патрульно-постовой службы, это общее среднее образование. Все, что касается дорожно-патрульной службы ГИБДД, участковых, уполномочий, это у нас среднее специальное образование, высшее любое образование. Что касается следствия, это и дознание, это, конечно, высшее юридическое образование. Ну, должны люди у нас соответствовать по своим морально-деловым качествам. У нас действительно проводится отбор и, соответственно, по состоянию здоровой. Такой отбор проводится, но сейчас все эти механизмы урегулированы. Это не длительная абсолютно процедура, и люди справляются с ее прохождением в течение месяца. Ну, примерно полтора с учетом сбора необходимых документов. Полиция, это интересно? Это очень интересно. Служу более 30 лет, мне до сих пор интересно служить. Никогда не хотелось бросить все и уйти на гражданку. Слушайте, никогда не хотелось бросить и уйти на гражданку. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Андрей Иванов, заместитель начальника УМВД России по Тверской области. Спасибо, будьте здоровы и берегите себя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова